Настя и Слава Лебедева сегодня здесь первый день. Как старший мужчина в семье, 7-летний Слава сестра не спускает глаз. А то одногруппница Кристина обижает. То фломастера не дает, то дразнит. Оставлять детей дома мама не решается. Ну потому что нас либо украдут или там чего-то. Эти дети из так называемой группы риска, когда дома не все хорошо. Таких здесь почти 70 человек. Многие на стационаре. Кому-то повезло больше. Их навещают родители. А Нелли и Алиса приходят сюда уже раз в неделю. Два года назад они познакомились. И Алиса стала частью Неллиной семьи. Окончательно и бесповоротно. Нет, это такой человек, который стал самым родным. И для него все. Ну, это наше. Социально-реабилитационный центр «Солнышко» для таких семей тоже. Здесь оказывается адресная помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Специалисты проводят консультации, тренинги, подбирают индивидуальные программы реабилитации. Это сейчас Ирина Канова вместе с сыном Ильдаром. Вместе накрывают на стол чай, читают книги. А еще два года назад все было иначе. Мальчика пришлось отдать в центр «Солнышко». После пяти месяцев разлуки на глазах у мамы слезы. Возвращение лучшего друга рад даже кот Бакс. Было плохо, да. Скучно было без мамы. Ну, а теперь лучше гораздо. Бороться никогда, никогда не сдаваться. Бороться всеми силами. Я за то, чтобы дети жили в семье. Все-таки мама и родители – это самое главное. В то время Ирина вспоминает, как страшный сон. Министр социальной политики области Ольга Носкова рассказывает, что каждый год на 10% растет количество детей, родители которых получают второй шанс вернуться в родную семью. А назад социальные учреждения возвращаются в два раза реже. Все те наши подопечные, которые являются клиентами социальной политики, мы будем надеяться, что будут проходить вместе со службами сопровождения тот путь, который нужно пройти для того, чтобы перестать нуждаться в нашей помощи. Потому что главный результат нашей работы – это результат, когда семья уже может сама. Вот мы дали им методику, мы дали им первоначальное ускорение. И когда мы поняли, что они уже дальше могут сами, мы можем говорить, что это наша победа, это победа той семьи, которая дальше уже может без нас. Программа по сопровождению семей в трудной жизненной ситуации работает в области с 2006 года по инициативе губернатора. В 2013-м службы сопровождения будут работать для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. А Эльдару на лето придется расстаться с мамой и Баксом вновь. Но повод хороший – подарок, отдых в летнем лагере. Анастасия Рябова, Сергей Пермовский. Объективно. Анастасия Рябова, Сергей Пермовский.